Как настроить Wi-Fi на маршруте за 3 TP-Link TL-WDR4300 Добрый день дорогие зрители канала! Сегодня с вами ESETSmart и в этом видео мы рассмотрим Как настроить Wi-Fi сеть на нашем маршруте за 3 TP-Link TL-WDR4300 Я буду настраивать Wi-Fi сеть Как же настраивается Wi-Fi на нашем роутере? Давайте мы его настроим Ведь у нас здесь два частотных диапазона Это у нас до 300 Мбит в секунду на 2,4 ГГц И до 450 Мбит в секунду на 5 ГГц Это у нас Wi-Fi роутер с двумя Wi-Fi сетями Это на двух разных частотах Подключаем наш маршрутизатор по кабелю LAN к нашему компьютеру Не подключаемся по Wi-Fi сети Чтобы настроить ваш маршрутизатор Вводим 192.168.0.1 Логин и пароль по умолчанию admin admin Мы попали в веб интерфейс нашего маршрутизатора Здесь у нас производятся настройки нашего маршрутизатора Переходим в выбор рабочей частоты Здесь настраивается наша Wi-Fi сеть И именно здесь настраивается выбор рабочей частоты Какую же из них частоту выбрать нам? Маршрутизатор может работать в двухдиапазонном режиме Выберите рабочую частоту Вы можете использовать одну из этих рабочих частот Если вы не хотите использовать две рабочие частоты Вы можете выбрать только одну Я бы хотел выбрать именно две рабочие частоты 2,4 ГГц Которая работает на 802.11 BGN И также 5 ГГц 802.11 AN Если вам нужно использовать только 2,4 ГГц Выбирайте одну из этих частот Стандартные 2,4 ГГц Можете выбрать только 5 ГГц И сохранить эти настройки В итоге вы отключаете одну из точек Wi-Fi Но я хотел бы использовать на полную свой маршрутизатор Так как он может поддерживать две частоты Если мы выберем 2,4 ГГц Где работает большинство бюджетных наших маршрутизаторов Сигнал будет довольно отличный Если мы выберем 5,5 ГГц Который используется намного реже Намного меньше чем 2,4 ГГц То есть он не зашумлен То есть он не используется другими беспроводными сетями Беспроводными телефонами И прочими бытовыми устройствами То есть вы не будете мешать вашему соседу Поэтому при использовании частоты 2,4 ГГц Режим помех высок Велик риск возникновения помех Поэтому лучше используйте 5 ГГц Но мы будем использовать две сети Поэтому мы будем использовать 2,4 и 5 ГГц Беспроводной режим 2,4 ГГц Это тот режим самый распространенный Который используется большинством маршрутизаторов Имя беспроводной сети Нам нужно использовать любое имя SSID это его имя Какое же мы использовать будем имя Пусть будет Wi-Fi И сделаем 2,4 2,4 В итоге у нас эта первая Wi-Fi сеть Именно на 2,4 ГГц работает Самая распространенная Регион Здесь у нас несколько регионов Вы можете выбрать Россию Если какие-то проблемы с вашей сетью Сеть отваливается Или какие-то еще другие может быть проблемы Помехи какие-то То выбираете или Японию Одну из Японии Или выбираете США В итоге вы сумеете настроить Wi-Fi сеть Возможно у вас не будет после этого пропадать Wi-Fi сеть Режим 11 BGN Пусть будет стандартный BGN Если у вас более новые устройства То вы можете выбрать N стандарт Или стандарт G Который более низкой скоростью у него Но если у вас старые устройства только А так используйте N или BGN сразу выбирайте Смешанные Чтоб использовались более старые устройства Которые возможно у вас уже нету Если у вас какие-то проблемы То здесь также можете поиграться с настройками Выбрать или стандарт G Или стандарт N Ширина канала Какую же ширину канала нам выбрать? Пропускная способность беспроводного канала Здесь вы можете выбрать 400 МГц А можете выбрать 200 МГц Здесь также вы можете поиграть с настройками Лучше выберите 400 МГц Я могу выставить авто Пусть он автоматически стоит Ширина канала Пропускная способность беспроводного канала Канал Что за режим канал? Здесь выбирается рабочая частота Которую вы собираетесь использовать Беспроводной канал Следует изменять только в том случае Если наблюдается какие-либо проблемы с вашей сетью Поэтому здесь канал может быть зашумленный И здесь выбирать нужно именно автоматический режим Но в большинстве случаев он выбирает Какой канал ему самому используют Но вы можете принудительно его повесить на один из этих каналов Где на этом канале меньше шума Поэтому используйте один из этих каналов Возможно девятый Возможно шестой Выбирайте на свое усмотрение Здесь у нас 13 каналов Я выбираю авто Включите широковещание SSD И если вы уберете эту галочку с этого пункта То ваша Wi-Fi сеть не будет видна То есть Wi-Fi 2.4 ГГц Который у меня называется Этого имени просто не будет Это стоит отключать для повышения безопасности Чтоб вашей сетью никто не воспользовался Поэтому включить широковещание SSID Мы оставим Пусть вещание ведет И мы будем знать нашу сеть Включить WDS мы не будем использовать Это режим моста Теперь сохраняем настройки Переходим к режиму VPS VPS я постоянно отключаю Отключаем введение пин-кода И отключаю VPS VPS это кнопка с помощью которой Вы можете быстро подключить ваше устройство То есть нажимаете кнопку на вашем Wi-Fi маршрутизаторе И соединяете с вашим телефоном С помощью настроек ВПС И они обнаруживают друг друга без ввода пароля И с помощью ВПС намного часто взламывает Наши Wi-Fi устройства Поэтому этот режим желательно бы отключить Защита беспроводного режима Здесь мы ставим наш пароль На нашу Wi-Fi сеть Ведь как мы без пароля будем сидеть Чтоб наши соседи не подключались К нашей Wi-Fi сети Здесь стоит по умолчанию ВПА ПСК ВПА 2 ПСК Это самая современная защита Которая в наше время Вы можете выбрать Веб или ВПА 2 Enterprise Но я выберу ВПА 2 Personal Версия ВПА 2 ПСК выбираем Вы можете автоматически выставить Но я выбираю ВПА 2 ПСК Пароль ПСК Здесь стандартный пароль стоит Вы можете пароль сменить на более сложный Который вам нужен Я выберу Допустим Вот такой пароль Чтоб мне легче запомнить А вы выбираете более сложный пароль Где присутствуют буквы Цифры Или какие-либо символы Сохраняем эти настройки И фильтрация МАК-адресов Фильтрацию МАК-адресов Мы не ставим Это нам пункт не нужен Это в том случае Если вы будете подключаться без пароля И с помощью МАК-адресов Будете привязывать ваше Wi-Fi устройство Дополнительные настройки Дополнительные настройки Здесь можно выставить мощность передатчика Интервал МАИКа Интервал МАИКа все-таки можно поставить повыше 120 пусть будет Интервал отправки сигналных пакетов Порог РТС Мы вот эти настройки не будем трогать Пусть будет по умолчанию остальное Сохранить Статистика беспроводного режима Если здесь подключились какие-либо устройства То здесь снизу будет отображаться Какие устройства подключены Вы обновляете И здесь вы видите ваши устройства Которые сейчас подключены У меня ни одного устройства еще не подключено Но как вы подключитесь Вы можете определять Какие устройства подключены Возможно ваш сосед заломал вашу Wi-Fi сеть И здесь вы увидите его устройство Беспроводной режим 5 ГГц Это у нас Wi-Fi сеть 2 Здесь мы называем его Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 ГГц Таким образом у нас становится понятным Это у нас Wi-Fi 5 ГГц Все так же Все настройки так же Сохраняем VPS Отключаем введение пин-кода И отключаем наш VPS Защита беспроводного режима Выставляем им пароль Здесь выставляем VPA2PSK И здесь пароль ему ставим другой Пусть будет это таким образом Вы можете поставить любой пароль Сохраняем Обязательно сохраняйте все настройки Чтобы в случае перехода У вас не слетели ваши настройки Дополнительные настройки Здесь выставляем Интервал маяка Пусть будет 110 И сохраняем настройки Так же вы можете перейти Статистика беспроводного режима И нажать обновить В итоге вы так же На 5 ГГц частоте можете увидеть Какие устройства у вас подключенные На какую сеть вам желательно подключаться Если вы воспроизводите онлайн игры Или смотрите видео Высоким разрешением На вашем телевизоре допустим То лучше подключайтесь к 5 ГГц Где устойчивый сигнал Если у вас просмотр почты И подключение к интернету То вам можно использовать 2.4 ГГц После проделанных всех манипуляций Перезагружаем наш маршрутизатор В обязательном случае Нужно перезагрузить маршрутизатор Для того чтобы изменения вступили в силу Подпишись, подпишись Мой друг на мой канал Ты подпишись И поставь ты мне лайк Если видео тебе понравилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok